У меня было хобби такое, научно-исследовательское хобби, дилетантское, любительское. Я занимался историей 1917 года, вот сто лет которому, историей 1917 года, читал, ходил газеты там в Анионе, вот с 1917 года делал выписки, занимался шляпником, значит, первым наркомом труда. Никаких симпатий, я повторяю, идеологических даже близко не было ни к большевикам, ни к чему такому, они были скорее в противоположных областях. Но мне было это интересно, вот просто было интересно, можно даже в силу ряда необъяснимых причин. Причины были, но необъяснимые. И, соответственно, стечение жизненных обстоятельств. И я, соответственно, решил узнать всю правду, почему большевики, почему эти гадам удалось захватить власть. И как бы дальше одно потянуло другое, и я стал, вот, мне стало интересно, а что люди вспомнят про этот 1917 год, вдруг очевидцы тех событий вспомнят что-то такое, что откроет тайну, тайное тайных. Вот, как сказал бы Иванов, да, тайное тайных. Вот, и я надеялся это найти. И я, ну, взял у кого-то интервью, у кого-то, у каких-то случайных людей, у какого-то бывшего члена партии Паулей Сион, взял интервью там у дочки народного комиссара, кажется, финансов, если не помню. Ну, вот, об отце, так сказать, ну, вот какие-то такие я ходил, брал и обо мне, да, и познакомился с Светланой Григорьевной Федоровой через шляпника у Ирины Александровны, с которой, в свою очередь, я познакомился совершенно случайным образом, абсолютно. И вот это Светлана Григорьевна Федорова, дочь Григория Федоровича Федорова, обладателя парк билета номер один до 1927 года. Потом билет отняли и дали мертвому Ленину, ну, и билет мертвого Ленина, и Федорова, кстати, выложены, то есть, билет Федорова был выложен всегда номер один в музее революции здесь, неподалеку. Вот, такой был Григорий Федоров, которого она реабилитировала в году 66-м, дочка, дочь была по русской аляске специалистом, историк, великолепные книги издавала, умерла в году 2010-м, и дома у нее был архив, который я больше нигде не видел домашний, с автографами Ленина, Сталина, Троцкого, Каменя, Вазиновь, автографы, ну, кроме сталинской маленькой записки, товарищ Федоров, прицепите вагон к поезду товарища Сталина, товарищ Сталин, такая записочка была, дома, вот подлинник, письмо Ленина подлинное, оно в полном сочинении опубликовано по фотокопии, она, как не член партии, не обязана была сдавать это. Вот, их не репрессировали, как они считают, благодаря Ежову, у них был добрый ангел в семье Ежов, мамы не посадили с четырнадцать дочками, как раз четыре дочки было, если я не ошибаюсь. Вот, в общем, я когда, конечно, ходил, я по таким домам и узнавал массу интересных историй, особенно когда ты в каком-нибудь 80-м году приходишь домой и видишь иконостас дома, где вместо икон, значит, фотографии Зиновьев, Каменев и так далее, это очень неожиданно, это масса интересных вещей узнаешь. И, соответственно, вот я эту Бетси Михайловну Федорову, вдову Федорова, тоже ее воспоминания записал, она рассказывала, как с голубенькими глазками приходил с букетом фиалок, ухаживающий за женой Путны, Путны был в это время в Англии, по спредам Николай Иванович Ежов, и они все думали, какой милый Коля такой, это было в году 33-м, ну, в общем, рассказы были очень вкусные, и, естественно, ты балдел от этого. И интерес был именно к этой эпохе, попытка чего-то понять. Я опирался на свои интересы в предыдущих 10 лет, мне было легко, я ходил к Гефтеру, там я был знаком с Гефтером, мы были как-то чуть-чуть, но знакомы с Арсением Рогинским, с Олегом, чуть больше я был знаком с Алексеем Каратаевым такой, тоже важный тут человек очень, вот, я был ближе вот к этому кругу, скажем, памяти, журнала память, да, ну, я знал как-то был, чуть-чуть был знаком с Зубаревым Димой, тоже виделись пару раз, и я как бы, да, и мои интересы лежали как раз в области мемориала. Я, правда, был тот странный случай, который занимался большевиками, но что было, то было. Вот у меня был герой Шляпников, да, я ходил по всяким подпольным, там, тусовкам, типа, там, я не знаю, к тому же Айкенвальду и читал отрывки из своего, значит, подпольного труда о Шляпникове, например, да, ну, вот такой, да, Солженицын районного масштаба, уличкомовского масштаба такой, понимаешь, вот. И для меня это было, то есть, как я пришел, потому что это были реально, эта история была буквально чем я занимался. И там мои бывшие коллеги по Иниону были, так сказать, тут, ну, в общем, я был из того круга, из той среды и общался с теми людьми, откуда попасть в мемориал было делом нехитрым, логичным и понятным. Вот, собственно говоря, и все. Да еще и знакомства имеются в виду в данном случае с Арсением Рогинским, упрощали этот путь в мемориал и логичность пребывания там, потому что я сразу же там стал вместе с Никитой Охотиным, с кем вот познакомился там в одночасье. Мы вот занимались именно исторической работой. Там библиотека, архив, публикации, ну, и так далее. Интересный вопрос. Схожу свою точку зрения. Давай порассуждаем. Итак, по идее должны были появиться на диссиденты. Диссиденты в это время либо сидели еще, значит, да, мы сейчас говорим с вами о 87-м годе. Именно, это очень важно. Конец 86-го, середина конец 87-го. Диссиденты либо в ссылках, либо досиживают, но в основном уже в ссылках, их выпустили. Либо весной, летом они возвращаются. Естественно, люди возвращаются после 3-х, 5-ти, 10-ти лет отсутствия дома в Москве. Естественно, давайте просто приходят в себя и оглядываются, пытаются понять, что происходит. Тем временем уже с начала 87-го года начинает происходить, мы это знаем, в ЦИМИ или как это называлось, ЦИМО, не помню, активные всякие неформальные группы образуются, кристаллизуются и так далее. И, естественно, мне показалось, мне так показалось, что инициаторы и активисты этого дела, это были те, кто не поспел в диссидентскую эпоху, либо были такими людьми, пружинами, скажем, которые в условиях несвободы были сжаты, да, вот как пружина сжата, но плотно сжата, и они не проявлялись, да. Да, пружина сжата, и ты о ней ничего сказать не можешь. Он на пружины ходит на работу от 10 до 7, да, опускает карточку, больше ты о ней ничего не знаешь, он чем-то там, может быть, и читает какую-то антисоветчину или что-то еще, но эта пружина себя не проявляет. А в 87-й год эта пружина была отпущена, и это был тот тип людей, которые моментально разжались, да. Мне этого не требовалось, потому что я прошел уже разного, такие люди, как я, например, прошли на условиях разного рода инициации. Нас могли пригласить моего приятеля, близкого там к диссидентским кругам, Владимира Кейдана, он, как и я, мог любопытствовать, прийти, и его могли, например, его позвать как эксперта по церковным вопросам, но у него никакой в его случае никакой пружины не было. Так же и в моем случае, например, я архипелаг ГУЛАГ читал и вообще не понимал, что все суетятся. Почитайте архипелаг ГУЛАГ, мол, все понятно, Солженицына вернули там, и все будет хорошо. Ну, например, да, большевиков всех повесили, и еще лучше будет. Ну, как бы я на этот вопрос смотрел без интереса, поскольку понятно, что нужны фонарные столбы, и с моей были тогда точки зрения, ну, понятно, любому же человеку. Вот, фонарных столбиков побольше, архипелаг ГУЛАГ и так далее. Но, видимо, да, я был, в общем, таким экстремистом, а это были люди, которые, видимо, во-первых, или изжили в себе, или не дожили, или каким-то образом эта пружина и экстремизм не дала проявить. И, ну, экстремизм я, кавычка, конечно, и некий экстремизм, и некая возможность, не было возможности удовлетворить свою любознательность, свою общественную активность. В комсомол тошнило идти, да, по возрасту ты как бы мог бы быть молодым коммунистом, молодым комсомольцем, да, но, зрелым комсомольцем, молодым коммунистом, но, как бы, порядочности, в общем, некие представления о добре и зле тебе это мешают делать, да, и ты не готов к этому. А вот, когда пружину отпустили, то выпускать газету, выпускать листовку, инициировать какие-то собрания, идти на запрещенный митинг, что такое ДС, и так далее, на какую-нибудь еврейскую, так сказать, тусовку, или ДСовскую, или еще, это не важно, даже памятную антисемитскую, но, короче говоря, тебя отпустило, и, ну, пружина отпустила, вот и все, и пошли те, люди, кто были вот этой сжатой пружиной, которые не дали раскрыться. У меня были литературные вкусы, исторические представления какие-то, политические, ну, в первую очередь, политические представления и т.д. и т.п. Вот это было. Повторяю, они сложились 68-74. Были свои, в то время были, ну, как, свои, никак, ни кумира, ни манки, не могу подобрать слово, были какие-то свои, ну, назовем так, ориентиры, были свои образцы, на которые ты, гуру, образцы, явления жизни, на которые ты ориентировался, на которые ты оборачивался, на которые ты рефлексировал, на которые он, как бы, вырабатывал отношения. Вот произошло что-то, да, там, появился новый спектакль на Таганке, ты говоришь, о, я пойду. Или арестовали такого-то, ты говоришь, о, арестовали такого-то. Или появилась книга, там, Солженицына такая, ты говоришь, о, надо бы прочитать. Это было в 73-м году, а в 72-м, например, а в 77-м году, пять лет прибавьте, было уже чуть-чуть другое, да, там, о, домашняя выставка художников, ты говоришь, о, вышла там, я не знаю, что, повесть Катаева, там, в новом мире, например, трава забдения, да, вот, я говорю, к примеру, разные вещи были, фильмы, книги, события и так далее. Это важная вещь, кружки, довольно все полузакрытые, вот эти круги, кухни, товарищи, литературные семинары, там, я не знаю, что, художественные и так далее. Это все было, понимаете, да, в конце 60-х, в начале 60-х одно, к концу 80-х, а в 80-е в начале уже чуть-чуть иное. То есть, вот, два раза, я думаю, сменилось. И тут все имеет значение. Я не буду сейчас перечислять, я просто хочу сказать, что малейшее изменение, малейшая переориентировка, малейшее изменение ландшафта культурного, культурно-политического, да, ландшафта, оно менялось. То есть, да, одно дело, еще новый мир, еще Тарковский жив, да, вот в 71-м Тарковский умер, да, в 60-е годы в какой-то степени уже вообще умерли просто физиологически, да, их больше нету. Там иммиграция, отъезд Солженицына, это некоторая веха, да, появление некой книги, за которую реально могут арестовать вот архипелаг ГУЛАГ. И книги, которые, конечно, что тут говорить, до, после которой ты не можешь быть, оставаться при прежних каких-то своих мировоззрениях, точках зрения. Это все очень важно, да. Прочитал ты эту книгу или нет? Это правда очень важно. Твое отношение, там, я не знаю к чему, к партии, к Ленину, к чему-то, оно смешно вот выяснять, но ведь мы знакомились, мы обнюхивались, да, ты прежде чем идешь в курилки и где-то знакомишься, ты задаешь, ну, как и сегодня любой человек, ты задаешь какие-то вопросы, а слышал ли ты концерт такого-то, ты же не спрашиваешь, читал ли ты Солженицына, а ты спрашиваешь там. А вот не знаешь ли ты Серега Бондаренко? Нет, что тут смешно, да. Если человек говорит, не знаю, это уже настораживает. Как-то не знать, если ты учишься на том же институте, да, а не знаешь замечательного распространителя антисоветчины Серега Бондаренко, которого недавно в КГБ вызывали. Ага, значит, человек, понимаешь, да. И ты так прошпиониваешь, в конце концов выясняешь, стоит тебе с этим человеком иметь дело. Но, повторяю, поскольку в силу разных обстоятельств, я был человеком и очень общительным, и, повторяю, посещал всякие круги, кружки других поколений, и старшего, и младшего, я представлял себе и видел уже эту разницу. И я как раз не очень хорошо понимал людей, пришедших в мемориалы, они были вот на эти 5-7 лет младше меня, да. И я, на самом деле, для меня эти люди и сегодня остались загадкой, да. Потому что вроде бы по возрасту они могли бы стать диссидентами, но, видимо, нечего было подписывать, можно было, как наш Олег Орлов, да, ну, написать листовки или листовку где-то вывесить, но как индивидуал, арестует, не арестует, да, и остаться никому неизвестным или попасться. Либо я не знаю, я не знаю, что, почему, да, но, видимо, все-таки это было то поколение, которое пошло на поколению нашему, вот поколению моему, где люди либо становились диссидентами, либо не становились в ряду причин диссидентов, но симпатизировали диссидентам, либо не стали диссидентами и от обиды на свою трусость на всю жизнь возненавидели диссидентов, да. Четвертого не дано. Все четвертое – это уже откровенный конформизм, который мы не рассматриваем, да. А вот люди же ненавидят диссидентов очень многие за свою трусость. Ну, как бы нельзя признаться, что я испугался, да. Вот я честен, я испугался, ну, как бы нет. А другие менее честные, чем я. Я не могу наклеить ярлыки на то поколение тех людей, которые пришли в мемориал. Они не были мальчиками и девочками. Как раз 20-летних там было меньше всего. Они были. Там было же меньше всего. Там были люди-то в основном уже, ну, в каком-то виде. Им было, так, если мне было 35, 34, 35, 36 было моему поколению, но им было 27-33. Простите меня, это не… Ну, им было, вот, повторяю, там, скажем, ну, 21-е вообще как я. Ну, помладше. Поэтому для меня это я не проводил опросы, я могу повторять только визуально, как я себя понимаю людей. Это люди, которые в силу, я думаю о них лучше пусть, чем они есть, в силу обстоятельств эпохи этих лет, 79, 86, 85, в силу обстоятельств не могли попасть в круг каких-то серьезных диссидентов, инакомыслящих, не могли через себя пропустить поток какой-то литературы, информации и так далее. Полная идея с анкроссиек – слово «партия». Когда я слышал «партия», то все. Значит, ты берешь буквально, как, значит, слово «культура», да, за маузер, кто там захватался за пистолет, ровно так же слово «партия», неважно какая партия, и рука тянется уже к револьверу. То есть слово «партия» во мне, как только говорил человек, давай, ну, скажем, вот есть хорошая партия, я начинал хихикать. Революция баррикады – это отлично. Ну, я не понимал смысла, я, как бы, я теперь понимаю прекрасно, что в стране, в которой 50 лет не было ни оппозиции, ни партии, в которой, почему 50, 60, 70 лет не было, нет, 60 лет не было ни партии, ни оппозиции и ничего. То есть вымерло вообще, люди, кто это слово слышал, вымерли все, но я не беру 10 человек в счет. Но были диссиденты, люди, инакомыслящие, это разные вещи. Но там, где не было ничего партийно-общественно, никаких общественных инициатив, никаких партийных... партийных конструирований, конечно, какое тут могло быть, если на пустом месте, не может человек сказать, я пар... Партийность, это партийная, это некий элемент партийной культуры, да, партия. Если этой партийной культуры нет, ну, откуда вырастет, с чего вдруг появится партия, а главное, люди в этой партии. Это будут те же советские люди, те же сочики, да, советские человеки, которые кроме жалости ничего не вызывают, в лучшем случае, жалость, да, мою сочувствие, даже не жалость, а мое сочувствие, да. Чего же я буду интересоваться теми, идти в организацию тех, кому я не сочувствую, а кого я жалею, не сочувствую, а кому я жалею, кого, так сказать, надо, силых, убогих, какую они партию могут создать, ну, чего? Какую я мог бы создать партию? Да никакую. Я же тоже понимал, ну, что ж, я себя не хуже других считал, я прекрасно понимал, что никакой партии в нынешних условиях создать нельзя, надо готовиться, воспитывать, учить институты по организации партии, да, диплом получил институтский, я шучу, но когда люди и сегодня, это, кажется, даже смешно спорить со мной, даже фашисты ничего серьезного создать не могли, антисемиты уже, не говоря про демократов, те даже создали какие-то карликовые, диванные, грызущиеся, друг с другом компашки, а не партии, да, или какие-то хулиганские бригады, не более того, да, а демократы, ну, вот это, это же естественно, это очень печальная история, которая, собственно говоря, просто, я трезво, а почему я, мемориал мне, и именно поэтому я так прикипел к мемориалу, я увидел, что в мемориале нету этого партийного. Недаром гордый Сергей Адамович Ковалев говорил гордо пришедшим, когда его задавали глупые вопросы про политические ориентации в мемориале, он тут же гордо отвечал в мемориале, мемориал объединяет все политические взгляды от монархистов до анархистов. Гордо он говорил, рядом сидел Дима Лазована, по коридору проходил я, я шел как монархист, а Дима был анархистом, заведующий читальным залом, он реальный был анархист, вот, я просто, ну, не важно, я был просто симпатизирующий эстетическим началом, не более, но, тем не менее, это было очень серьезно, как бы для аргумента, для того, для постороннего мира, месседжа, что мемориал, это, ребята, объединяет все. Здесь мы, так сказать, верующие, неверующие, атеисты, это не имеет никакого значения, и это было, вот это мне и понравилось, что это некий клуб, некая общность, некое объединение, которое на основе общих каких-то представлений, что такое хорошо, что такое плохо, каких-то простых нравственных начал, самых элементарных, вот самых элементарных, там, то, что в подъезде не мочатся, или то, что там приятеля стряхнин в чай не сыпят. Вот все, этого было достаточно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok